Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель. Курс рубля падает. Центробанк не меняет политику. Некоторые граждане уже поддались панике и встали в очереди к обменникам и банкоматам. Наши геополитические партнеры пытаются устроить у нас элапс. Но паниковать не стоит, все можно исправить. Об этом в беседе с накануне ТВ рассказал директор Центра регионального развития Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Сергей Андреев. Эксперт говорит об экономической предвоенной ситуации, когда нужно мобилизовать все ресурсы нашей экономики в единый кулак. С другой стороны, важно смотреть на курс национальной валюты, который, по мнению Сергея Андреева, не должен перейти отметку в 100 рублей за доллар. С моей точки зрения, пределом будет являться 100 рублей за доллар. После этого начинается овал экономики. И у меня складывается впечатление при взгляде на работу нашего Центробанка, что Центробанк является фактически агентом ФРС США. И вся наша экономическая кухня, она сводится к тому, что руками Центробанка нашего осуществляется политика, которая выгодна экономическому противнику. Если мы по-прежнему оставим его в видении якобы самостоятельным, то есть он как бы и орган госслужащи, и сам себе хозяин, и самостоятельную политику проводит, а долларов и рублей печатает в той пропорции, в какую ему диктует снаружи, то там крышка. Но не стоит сгущать краски, выход есть. Сергей Андреев предлагает систему АС, которую разработали в Академии госслужбы. Она может обеспечить регионам экономическую подушку безопасности. Если же говорить о стране в целом, то главное тут – национализация. Мобилизационная экономика, мобилизационная конституция новая нужна и национализация основных фондов стратегических областей, включая аэропорты, порты, флот. Что хотите, то есть все, что свидетельствует о выживании, должно быть государственным. Если у нас не будет создан такой демпфирующий механизм, то страну постараются развалить по методу Советского Союза. Надеюсь, этого не произойдет. Мой прогноз, что сейчас ресурсов в стране хватит, чтобы удержать, как в 1998 году, на грани дефолта и не перейти эту грань. При этом надо отказаться от этих выкриков либерастов. Хватит. У нас есть вероятность выйти из ситуации, но сменив парадигму нашего развития. Совершенно решительно перейдя к мобилизационной модели экономики под сильным государственным патронажем. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».